Пристегни малыша и езжай не спеша. Акцию под таким названием проводит в эти дни областная ГИБДД. Инспекторы не устают напоминать родителям, что использование детских удерживающих кресел одно из наиболее важных требований безопасности при перевозке. Антон Талпо вместе с полицейскими принял участие в дежурстве на посту ДПС в Городичинском районе и узнал, насколько ответственно взрослые относятся к своим детям. Дети до 12 лет, которых везут взрослые в своих авто, должны находиться в специальных детских креслах. Это важное правило. Его нарушение может повлечь за собой плачевные последствия. За минувший месяц в нашей области произошло две аварии с участием детей. Двое получили травмы, один ребенок погиб. Летального исхода, по словам инспекторов, можно было избежать, если бы в машине, попавшей в ДТП, находилось специальное удерживающее устройство. О детях нужно заботиться, детей нужно пристегивать и перевозить правильно. Если ребенок не пристегнутый, он в основном выпадает из автомобиля. И если это очень серьезная авария, то, как правило, приводит к трагедии. Удерживающее кресло хоть и стоит недешево, но это как раз тот случай, когда экономить на безопасности не стоит, уверены дорожные полицейские. Практика показывает, что пристегнутый ребенок даже при серьезных авариях имеет больше шансов остаться целым и невредимым. Мы видим, что вы пристегнули своего ребенка из-за безопасности своих детей. И мы хотим вашего ребенка показать с Новым годом. Дайте подарок. Никита, принимай. В первую очередь для безопасности. И только поэтому, скажем так. В любом случае, пристегнутый ребенок, я сам пристегиваюсь. Это залог безопасности. Безопасность водителя – это его безопасность. Безопасность пассажиров – это совсем другое дело. Ну, в принципе, живем в стране, где есть законы, их надо соблюдать. Ну, а тех автомобилистов, которые игнорируют требования правил дорожного движения, инспекторы штрафуют на 500 рублей за каждый непристегнутый ремень или перевозку детей без специальных кресел. Впрочем, в будущем санкции за это нарушение могут серьезно вырасти до 5000 рублей. Соответствующие поправки уже готовятся к рассмотрению в Государственной Думе. Антон Талп, Александр Шишин, телекомпания «Ахтубэ» из Городичницкого района.